ребят привет всем стоим на заправке сегодня мы короче вы выехали в одну из деревень когда-то там в одном месте стоял цыганский табор хотим доехать до туда посмотреть что как может быть какие-то находки будут на заправочке мы хотим сегодня поработать прибором баунти quick draw про не знаю как он себя проявит металлом ищет а вот посмотрим находки ли будут какие-нибудь испытаем этот прибор ну я тоже своим land ranger про попробуем который с большой катушкой ладно едем сейчас заправимся по дороге тоже будем включаться и потом когда уже приедем на место определимся в общем выехали с заправки подъезжать будем включимся просто вот хотел показать вам дорогу в дороге ездим когда будем уже езжать включимся учимся в одной из трасс Самарской области едем в правильном направлении сейчас мы будем заезжать наверное в магазин нам нужно купить воды и хлеба а потом уже будет включаться на месте на месте нашего попа по цыганам а и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дно Были они недолго И потом куда-то их увезли Вот ищем стоянку их Вот первого сигнала Алюминиевый Показывает 5 центов Сейчас попробуем откопать Может быть монет Или может быть проволока какая-нибудь, копаем. Показывает алюминий. Это была проволока, друзья. Нашел какую-то штуку медную, непонятно что это такое. Какая-то медная деталь, непонятно от чего. Может быть цыганские украшения какие-то, чёрт его знает. В комментариях напишите, ребят, я не могу распознать, что это за вещь такая. Вот рядом с этой круглой штукой ещё вот такую вот выкопал деталь, непонятно что это. Да, нашёл, Серёг. Ладно, потом посмотрим, что это за штука. Нашли вот такую находку. Непонятно что это. Ну, предположительно какая-то горелка. Вроде как медь. А может у лату нет, медь красная. Давайте посмотрим, как она звучит. Квикдрол ПРО работает у Серёги. Зато вон какую яму выкопали, блин, ужас просто. Ладно, дальше ищем. Осенние пейзажи впечатляют, конечно, после города. Серёга вон копает. Нашёл какой-то цветной сигнал. И вот теперь он в деле. Посмотрим, что сейчас найдёт. Ребят, досада. Это была банка. Больше чем за 20 лет вот эта местность превратилась в лес. Здесь был песок вообще. Здесь гоняли скотину. А теперь смотрите. Всё заросло. Как обещал, покажу вам речку. Пройдём к речке. Вдоль неё мы тоже пройдём. Вот. Речечка. Идёт она туда дальше. Там раньше, я помню, было перекрыто. То есть, небольшая была насыпь. И мы купались в этой речке. Сейчас я пройду с Серёгой вдоль речки, посмотрим. Это Кузня, помню, была то ли ближе к речке. Нет, скорее всего, ближе к речке у них тут были привязаны свиньи. Цепями к деревьям стояли шатры. Но что-то пока мы ничего найти не можем. Ихи следы. Возможно, земля поглотила. Нет, не должно такого быть. Найдём всё равно что-нибудь. Какой-нибудь цыганский след. Нет. Ребят, под деревом нашли гвоздь вот такой. Что-то здесь. Причём новый. Видите? Ну, ржавый, конечно. Но вот видите, у меня целый этот. Что-то цыгане тут строили, наверное. Может, у них тут что-то было, блин. Хотя нет. Может быть, просто уронили. Они же здесь шатры разбивались, строили навес ещё. Так что вот дальше продолжаем. А вот и первая находочка по цыганам. Похожа на самодельный серп. Вот они здесь и ковали серпы, мотыги, тяпки разные. Это, видимо, у них может быть заготовка сломалась или что. Сюда скидывали они. Где-то в этом районе ещё кузня. Она ближе к речке была. Попробуем её найти. Наверняка там какая-то мелочь. Должна быть металлолома. Пока нам что-то не везёт на находке. Посмотрим дальше что. Ну, Серёга ищет что-то. Хороший сигнал. Что там на квик-дроу? По нифигасе 90. Как будто медь, да? Но они могли и медь тоже здесь ковать, что-нибудь делать. Давай трое посмотрим. Вот откопали ком земли. Попробуем. 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 Давай посмотрим, что там. Ну-ка. Что там? Что там? Опа. Ложка, блин. Медь. А ну-ка убери ложку, посмотри. Да, друзья, это была ложка. Давай посмотрим, что за ложка. Отмоем потом. Ну, обычно алюминиевая ложка из советских магазинов. Вот мы на правильном пути. Будем искать сейчас в кустах вдоль речки туда. Да, хотя и поляну тут ещё надо пройти. Примерно вот до того дерево шатры стояли. Шатров пять, наверное, было у них больших. И вот до того большого территория. Ну, пробуем искать дальше. Раскопали яму. Что-то непонятно вообще. То есть сигнал, то нет сигнала. А вот переворошили в корнях. Сложно искать. Давай, Сирок, смотри, что там. Где-то вот тут вот. Нет? Может, алюминиевый осколок какой-то проволоки. Стой, бери руку. Где-то вот тут. В руку возьми. Нет? Нет. Нет. Он везде. Что, даже в черме там дает. Ну-ка. Нет. Вот здесь. Нет. Маленький что-то. Сигнал-то хороший, 40 что-то, нет, там, нет, в руке у тебя, давай смотри, чуть может быть, вот она, монетка, что за монет, смотри-ка, советская, переверни двушечка, ну вот первая монета на цыганском месте, вот она, какой год? 1974, нифига себе, 1974 год, в кустах нашли, здесь все заросло, когда-то здесь вот эти, ну мелочи вот это не было, большие деревья были, а мелочи не было, продолжаем поиск, может что найдем еще, друзья, в общем местность здесь изменилась, здесь вот второй вал вот этот появился, его раньше не было и цыганская вот эта вот кузня, она стояла ближе к речке, у них был костер там разведен, кирпичами выложено, я думаю, что это где-то вот тут вот, ну здесь видите, а речка она вот дальше, блин, потому что я помню, что вот прям метров пяти от этой кузни была речка, вот она, а вала вот этого не было, я не знаю для чего его делали, может быть воду отводили во время, когда было весеннее половодие, тут же рядом мост, чтобы наверное ледяных заторов не было, и вот пройдемте сейчас на речку, покажу речку, да местность здесь, блин, вот он видите этот вал, его не было здесь, я уже запыхал сходить, покажу вам речечку, правильно за 20 лет, за 20 с лишним лет, все конечно здесь поменялось, ну кое-что конечно мы нашли, от цыган это вы видели, серп самодельный, вот протекает речка, мы тоже попробуем до нее пройти, может быть что-то найдем, и вот Серега сейчас хвалился, что нашел ножик, сейчас мы пойдем посмотрим, Серега давай показывай ножик свой, Серега, где ты, как в джунглях каких-то лазим, что у тебя там за находка, кухонный, а вон такой, ну дать самодельный, берите, это на quickdraw pro, вот он прибор его, что я предлагаю речку прочесать, посмотреть что, если уже, блин, вряд ли мы что найдем, все запахали, блин, поэтому я и говорю здесь, некоторых ям и оврагов не было просто в то время, может газовщики тут что накопали, черт его знает, не знаю, ну а мы сейчас попробуем вдоль речки пройти, вот вторая тут, вот эти ямы их не было, но это не речка, это вот с речки нам сюда затекло, ну а мы короче идем дальше, продолжать свои поиски, может что найдем, вот такие пейзажи здесь осенние, возле этой речки, красотища, засохшие поганки на дереве, прям растут, Серега там лазит и ищет, ребят вылезли мы из речки, прошли вот повыше, где нашли две копейки, сейчас попробуем тут еще попробовать полазить, посмотреть, может что найдем, потом пойдем пообедаем и поедем дальше, вот Серега он лазит, что нет пока ничего, а пойду покажу этот яму, тоже мы эту яму прошли, нифига ничего нету, кроме алюминиевой проволоки, потому что этот вал яма, она после 93-94 года образовалась, вернее здесь ее прорыли искусственно, это скорее всего газовщики, потому что там идет вот газ, и вон Серега что-то нашел, что там сигнал какой-то, показывает, а что показывает, это здесь центр, ну ты, 58, вот что-то есть, давай попробуем откопать сигнальчик, я тебе попробую, а сколько было число какое, 72, непонятно, ну давай копнем, посмотрим, долг сюда свалим, вот здесь, два я посмотрю, вот здесь, а почему чермет, а вот, рядом с черметом просто, вот здесь пробую, папа, сигнал такой, высокий тон, непонятно ничего, если рядом с черметом, то показания воды и другие, вот, промахнулся-то, это вот мы решили вам показать, как мы копаем, блин, вот здесь где-то, ну-ка, что-то тут, давай посмотрим, давай посмотрим, а, палку налил, вот давай, смотри, 90 показывает, офигеть, 92, 92, медяк какой-то, медяшка, а может и нет, может что-нибудь, шмурдяк какой-нибудь, может быть, подожди, давай палкой, я, ну-ка, ух ты, вот это, монетка, смотри, монетка а чуть где копейки с дыркой что фига себе это народ цыгане когда стояли нар потеряли скорее всего может быть и украшение какой-то было перешло по наследству сохран смотри какой вообще хотя в 2 копейки все советские тоже блин в отличном состоянии что год не вижу нифига смотри может и две копейки а вот сверху тут смотри за лиц не учетом я не вижу 1912 год я россия 1 царь я который мы нашли это покоцанный цыганями до 12 год ну вот друзья вот такая монета слушай ну классно уж дырки блин значит здесь можно что-то еще хотя здесь надо прочесывать все местно здесь очень сложный такой рельеф плане того что мелких деревьев полно копать блин это надо либо топор собой брать чисто повезло наверное здесь вот песок в песке вообще сохраняется вещи куда более лучше что ты очистил вот друзья нашли первую монету медная российская монета ладно мы идем обедать потом продолжим дальше туда в пройдем по речке напротив одного известного места не будем его афишировать может быть поэтому здесь вот такая находка хотя нет а скорее все с цыганами связано цыгане потеряли не шатры стояли возможно было украшение у кого-то блин из медных монет или из какой-то меди там не знаю из разных побрякушка не делали и наверное скорее все это наследство у них было не может быть потеряли они не знаю перекладывали чуть лишь версия предположения на самом деле мы не знаем откуда здесь была такая монета с дыркой найтись появится вернее ладно идем обедать уже радует сегодняшние первые находки ну правда лазили блин часа два наверно если не больше мы идем обедать хотим есть пришли мы к машине вот еще нашли немножко металлолома сейчас будем готовиться к черепите к перекусу покажем вам как мы делаем бог нам сегодня послал бич пакеты кофе ученик мы сейчас поставим такая у нас плитка а вы помните на канале алекс клуб тлт она есть на обзоре серёг купил газ кудовский обычно такой используя пустой баланс от можно еще даже консервы чуть у нас рикадельки поставим чайничек будем заваривать пакет о какой доширак ароматный рикадельки рыба все люди вообще там каш целый получился и кофе как без кофе на природе самый кайф да серёг вот такой скромный стол у нас друзья дошираки кофе и консервы присоединяйтесь и вы к нам обед на природе самый кайф ну а мы с вами увидимся уже продолжение этого видео пойдем дальше туда по речке то есть сзади меня в ту сторону попробуем там чуть поискать и на этом на сегодня все в общем смотрите видео пойдем пройдем к речке хочу все таки найти там место где мы когда-то купались тут перегорожена была речка песчаной плотиной и мы купались в том месте где-то было дерево очень большой толщины я чё-то не вижу здесь уже и плотину нет здесь все прорыли что ли больше что ли сделали не знают колесо то то ли от комбайна то ли корсет комбайна наверно сейчас вряд ли на это место мы найдем хотя там можно тоже металлоискателем пройти может там купались и наверняка что-то теряли возле этого места ну и прыгали с дерева и возле речки тоже могли чем потерять попробуем дальше то пройти если не найдем то еще дальше пройдем туда может что-нибудь и найдем серега не куда-то ушел и от своим прибором копая нашел такую фигню цепи чуть такое непонятно может скотину привязывали не знаю пока напишите в комментариях вот друзья это чудо нашел я то место вот в этом месте речка была перекрыта песчаной дамбы и вот здесь вот мы купались сейчас попробуем может быть найдем здесь глубина большая была вообще место шикарное было продолжаем поиск этот дерево помню краски я помню что дерево стоял возле прям воды прыгали с него ладно продолжаем поиски вот место где мы ныряли посмотрим что там может быть начали копать чего выдает только посмотрим какую-то ерунду в общем мы начали копать сейчас отроем посмотрим что там может быть в корнях нашли сигнал вот не поймем чуть может быть нету ничего что ли да не может быть такого что-то у тебя в руке нет о ребят монета 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 нашлась что это за монетах копейка наверное все это похоже да на копейку слушай значит я я за этого хочу звенел как чермет вообще удивительно ладно почистим посмотрим сейчас ребята 10 копеек по моему 61 года монета убитая короче хлам но мы дальше продолжаем поиски мы сейчас пойдем по речке прав не в ту сторону а вот туда пройдем немножко метров 100 150 и поедем домой же хватит на сегодня время много уже прошло в общем идем дальше пришли мы тут вот к одному переезду переходу сейчас перейдем на ту сторону попробуем там поискать что-нибудь может быть там была чапанка попробуем найти сейчас сначала обследуем вот эту вот часть может найдем и пойдем туда дальше в общем ходили вот на выходе какой-то сигнал интересно не знаю слабый какой-то хочу показывать тут же веру вообще пока длина 61 сейчас и глубина большая все тут может быть давай попробуй это вот мы я со своим хожу слон слэнд рейнджер про серёга ходит со своей квиктрол про мы специально акцент делаем на этом металл детекторе чтобы хоть какой-то ролик у нас а то у нас нету в основном снимали видео лонг 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 стар про что-то там на я пробую чермет какой-то выдает не а здесь мне кажется где-то тут странно дофиг знает да глубоко показывает как чермет ну-ка о вот тут вот где-то серёг вот здесь да капа и ну на дорогу шоу вот здесь где-то далеко взял ну-ка и ну-ка и 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 Что за фигня, блин, а? Странно. Вот здесь сигнал хороший. Ну еще копни, прям лопатой, что ты. Что-то есть там, или железо, или еще что-то. Непонятно, тот цветнин, тот железо, показывай. Стой. Еще копай. Офигеть. Интересно, интересно. Стой. Вот здесь что-то. Ну-ка. Нет. Ну-ка. Нет. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Да, вот тут. Попробую копнуть. Странно. Что-то там. Как-то непонятно. Сейчас мы. Другой металл детектор. Подключим. Подключили мы Land Ranger Pro. Вот он видит. Серег, да что-то вкусно тут. Бери прям горсть. Бери прям горсть. Стой, стой, стой. Что-то. Непонятно. У тебя в руке что-то. Что это такое? Во. Смотри. Крестик. Крестик. Да. Нифига себе. Офигеть. Такую яму выкопили. Офигеть. Вот находочка, друзья. Покажи, Серег. Туда крестик. Вот. Ну, потом почистим, покажем. А сейчас мы хотим пройти вот туда вот дальше. Посмотреть. Может быть там еще что найдем. Если нет, уезжаем. Ребят, короче, вот мы прошли туда. Нифига ничего нет. Вот нарыли ям. Сейчас мы, конечно же, зароем. Пойдем посмотрим к машине, какие мы нашли находки. Вот, Серега уже пошел. Посмотрим, какие находки мы нашли прибором Bounty Quickdraw Pro. Что можно им найти. Вот за сегодня сколько часа? Четыре, наверное, ходили. И немного совсем нашли. Но все равно тоже хорошо для первого раза. Так Серега с ним ходил с этим прибором на чермет. Вот он его практически уже отбил. И сегодня мы решили снять видео по монеткам. Там что попадется нам. Как этот прибор себя ведет. Не только по чермету. По монеткам там, по проволоке по разной. То есть ищет ли он цветмет. Цветмет он тоже ищет. Поэтому тоже как бы рекомендуем. Но вот от себя добавлю, что катушка у него слабовата. Вот этот утюжок. Видели вот как мы нашли крестик. Вот как раз это место. Он сначала его обнаружил. Потом перестал его видеть. И в итоге мы вот LandRangerом помогли ему найти. Этому прибору. То есть можно потерять находку. Ну а так в целом прибор отрабатывает. Отрабатывает свои характеристики, которые указаны. Катушечку бы ему помощнее. Но это как бы я уже от себя. А мы идем к машине. Посмотрим наши находки. И поедем уже пробовать прибор LandRanger Pro. Попробуем заехать на старую деревню. Где раньше деревня была. Там где я копал LandStar Pro прибором. Где нашел чермет, монетки. Три штуки. Вот я перебираюсь через мостик. Ну, короче, мы идем. Идем к автомобилю. Смотреть наши находки. Да, Серег? Да. Что, как ты? Как коп? Прекрасно. Замечательно, да? Ну все, идем. Ребят, ну в общем вот. При помощи семерки. Вот этого прибора Bounty Hunter Quick Draw Pro. Можно найти вот такие находки. Какая-то штука бронзовая. Непонятно, что за тарелка. Шток какой-то. Не знаю от чего. Ну какой-то, может быть, от на танцы. Хрен его знает. В общем. Не знаю. Крестик. Две копейки. И вот советики. Десять копеек и две копейки. Вот. В принципе, прибор неплохой. Пойдет и на чермет, и на поиск разных, скажем так, сокровищ, которые лежат сверху. Неглубоко. Катушка у него, видите, какая в форме утюжка. Прибор пляжный. Не боится влаги. То есть, можете ходить смело по росе. Ну, а если в воду, то блок управления. Ну, а мы поедем домой. Увидимся в следующих роликах. А вам всем удачи. Давайте пока. Увидимся. Ребят, когда закончил я снимать ролик, до меня дошло, что вот эта штука, это от шприца. От стеклянного. Вот. Видите. Офигеть. Я помню такие шприцы в детстве. Мне кололи. Ну, не знаю. Может это для скота. Может быть, какой-то 20-граммовый был. В принципе, тоже раритет. А теперь точно все. Все. Давайте пока. Мы поедем домой. Потом скоро увидите видео по прибору Land Ranger Pro. Как мы им находим артефакты. Если найдем, конечно. Пока всем.